Всем доброго вечера! В эфире Юлия Балыкина, передача «Бизнес под ключ». И в гостях у меня сегодня друзья Дмитрий Мирошников, финансовый консультант, специалист по инвестициям. Дмитрий, здравствуй! Добрый вечер, Юлия. Добрый вечер, подписчики канала Юлии Балыкиной. Дима, рада тебя видеть сегодня. Я вижу, что питерская дождливая погода, тем не менее, прекрасная, она тебя сегодня совершенно не смутила, и ты таки добрался до нас. Благодарю за то, что пригласила меня на этот вечер. Ну а то, что погода такая, я всегда чувствую, что погода всегда радует нас и приносит определенные нотки. Спасибо. Я знаю, что у тебя очень ценные знания и, в частности, практический опыт, потому что я все-таки люблю практиков, и хотел бы, чтобы ты сегодня поделился и с моими клиентами, и с людьми, которые будут смотреть радио «Медиаметрикс Питер», и вообще со всеми, кто будет смотреть данную программу. Но для того, чтобы ты понял, о чем вообще моя программа, я хотела бы рассказать тебе на что и, наверное, в первую очередь, на кого она нацелена. Она нацелена на предпринимателей, на людей, которые создают свой бизнес под ключ, и на людей, которые приходят уже с каким-то определенным опытом и багажом для того, чтобы развить свой бизнес, масштабировать, увеличить продажи, открыть франшизу. И, безусловно, эти люди, их заботит такая тема, как деньги. Совершенно верно. Деньги, они всегда забудят людей, потому что мы живем ради этого, ради того, чтобы на деньги купить те или иные продукты или услуги. Ну и, в конце концов, мы все любим путешествовать, а без денег мы этого сделать не сможем. Согласна с тобой. Ну, тогда расскажи о себе. Чем ты занимаешься в своей профессиональной деятельности? Ну, вкратце я расскажу вообще, с чего это все у меня началось. Я вообще кадровый офицер, я пограничник. В свое время отслужил здесь, под Петербургом, потом в Таджикистане отслужился. Ну, в общем, закончил я строительный университет в Санкт-Петербурге. Но по своей профессии я проработал всего лишь два года, друзья, всего лишь два года, потому что понимал то, что мне это не нравится. Я начал создавать, я не начал, я создал свой бизнес, у меня был свой бизнес по перевезке нерудных материалов. Это щебень, песок, железнодорожным транспортом, автомобильным транспортом. Потом я поймал то, что и это мне тоже стало неинтересно, потому что не было никакого развития. Ну и, в общем, начал заниматься демонтажом зданий. В Петербурге очень много домов, которые под снос, ну и металлолом в том числе, это производная, и там же, опять же, бетон, кирпич и все остальное. В общем, я всегда старался развиваться не на один день, а на расстояние. Ну и, в общем, пришло то время, когда я уже перерос с себя и понял то, что необходимо заниматься инвестициями. Знаете, такая интересная история со мной произошла. У меня два родных брата. Рассказывай. У меня два родных брата. Младший мне в свое время говорил, когда у меня все было замечательно, да, то есть доход очень хороший был. Он говорит, Дим, я тебе как младший брат, он на 9 лет меня младше, я тебе посоветую, почитай книжечку Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Я говорю, слышишь, мальчик, куда ты лезешь? Ну, то есть, вот такое вот отношение у меня было к человеку, который мне давал некую ценность. А потом я это все оценил и понял, по какой причине я взял и его остановил от данного действия, да. Вот. И сами понимаете, то, что предприниматель – это тот человек, у которого сначала есть деньги, потом нет, потом есть, потом нет. То есть он в такое вот волнообразное состояние входит. Но самое важное то, что человек в любом случае, предприниматель, он находится на дне, когда переходит на другой уровень. И это классно. Да, каждый раз, когда ты переходишь на новый, более высокий уровень, ты отталкиваешься одна, да, и взлетаешь. Совершенно верно. И получаешь новую зону роста. Я так поняла, что тебе вот это состояние одна, но не совсем понравилось, когда ты бизнесом занимался. Не очень понравилось, поэтому я понял то, что необходимо инвестировать в денежные средства, которые зарабатываешь. Не все, естественно, потому что не нужно жить в угоду сейчас тому, то, что есть. Необходимо 10-20% от того, что заработал, вложить, а потом уже, естественно, жить на, скажем, те деньги, которые приносят тебе деньги, а не то, что ты постоянно находишься в рабском труде, я считаю. То есть постоянно зарабатываешь, зарабатываешь, зарабатываешь себе на жизнь, да? Совершенно верно, да. Я так поняла, что ты придерживаешься такой стратегии, умеренной, да, золотая середина. То есть сначала ты работаешь, да, а потом твои деньги работают на тебя. Совершенно верно. Тогда расскажи мне, пожалуйста, в чем вот центральная идея твоей профессиональной деятельности. Идея моя – оздоровить, наверное, население нашей страны в духовном и финансовом плане. Потому что наши соотечественники, наши люди, они финансово как раз-таки безграмотны вообще. То есть, знаете, есть такой момент, когда у человека нет денежных средств, и он живет не по средствам, и все равно он идет в банк просить кредит. То есть у него и так плохо, и он еще идет в банк просить кредит, который загоняет его все глубже и глубже. И человек становится вот как раз-таки критиком, наверное, всего то, что происходит вне его. Ну вот именно в такую долговую яму, из которой ему потом все сложнее и сложнее выбраться. И вот здесь вот очень на самом деле ценен твой опыт, и я хотела бы, чтобы ты донес до целевой аудитории, о каким же образом важно именно инвестировать. И я как руководитель своей компании, маркетингового агентства MS Consulting, клиенты, которые приходят к нам создавать бизнес, вот каким образом мы с ними работаем. В первую очередь мы бизнес создаем, потом мы его продвигаем и развиваем, то есть выводим на определенный уровень продаж. И дальше, когда клиент понимает, что бизнес работает, бизнес приносит деньги, соответственно, клиенты проходят обучение, и после этого они принимают решение. Либо же они будут управлять этим бизнесом самостоятельно, либо же они передадут нам его на аутсорсинг. И вот тут наступает самое главное. Когда бизнес, который мы им создали, начинает генерировать деньги, и прибыль динамично растет, эти люди уходят и инвестируют в другие фирмы. И казалось бы, вот мы в течение нескольких лет, месяцев вырастили предпринимателей, у которых бизнес заработал, и мне как руководителю хочется предложить им самое лучшее, потому что мы уже выступаем в качестве надежного партнера, и хотелось бы передать их вот таким вот людям, надежным, как ты, которые в этой теме уже сведущие. Вот какие программы ты бы им порекомендовал, вот что ты можешь порекомендовать именно в плане выгодных инвестиций? Ну, друзья, коллеги, я могу сказать о том, что вообще существует два критерия кредитов. Это правильные кредиты и неправильные кредиты. Вот неправильные кредиты, я как раз выше сказал о них, да, это те, которые вводят людей, вводят предприятия в долговую яму. А есть правильные кредиты, это те, которые вы берете, и, соответственно, те инструменты, которые вы вкладываете, как раз кредитные деньги, позволяют вам генерировать больше поток денежных средств, и, соответственно, гасить тот кредит, который вы взяли в банке. То есть я вот таким вот сейчас инструментом пользуюсь, помогаю своим приятелям, и раньше, кто у меня был конкурент в бизнесе, я вам тоже рассказываю об этом, то есть здесь у меня сложилась определенная миссия, то есть помощь людям, как я и сказал, оздоровление нашей нации. Хорошая миссия, мне она очень нравится, и она очень сильно сопричастна и соприкасается вот с тем, что мы делаем у нас в компании. Вот какие основные все-таки, Дмитрий, мотивы, с которыми приходит к тебе твоя целевая аудитория, твои клиенты, и познакомь нас немного поближе с этими людьми, кто они? Ну, в основном это предприниматели. В основном это предприниматели, которые находятся в таком плачевном состоянии. Ну, вы, наверное, знаете более предпринимателей. Да, мы о них сегодня поговорим обязательно. Если можно, я тогда вперед забегу и уже на основании этого всего расскажу, кто мои. У меня есть некие записи. Ну, друзья, кстати, совсем недавно прошел Synergy Global, в который приезжал Терминатор или Арнольд Швальдснеггер. Ну и, в общем, один из спикеров задал вопрос. Здесь, говорит, большое количество предпринимателей, назовите самые такие вот щепетильные моменты или боли предпринимателей. И одной из сильнейших болей это было налоговое. То есть, не понаслышке люди понимают и знают, что налоговое с каждым годом все давит, давит, давит на бизнес. Хотя малый бизнес и средний бизнес, она вроде как поддерживает. Но сам предприниматель эту поддержку мало ощущает. Да, он ее ощущает, наоборот, как давление некое. То есть, это усиление налогового контроля. Потом, второй момент, это спад спроса. То есть, люди реально обнищали. То есть, у людей покупательская способность в связи с тем, что, скажем, налоги, один вид деятельности, другой вид деятельности, люди просто-напросто не имеют денежных средств. То есть, покупательская способность, я еще раз повторюсь, она упала. То, что продукты стоили год, два, пять назад одна цена, сейчас это стоит другая цена. И поэтому они не могут себе позволить купить те или иные услуги, которые им необходимы сейчас. Нестабильная банковская система. То есть, все прекрасно знают о том, что существует сейчас 115 издакон федеральный. И, естественно, я не буду дальше продолжать. Кому интересно, просто-напросто посмотрите YouTube-канал определенных людей, которые, как раз таки, освещают все эти темы. Самый важный момент – это ротация персонала. То есть, представьте себе, когда вы обучили одного человека, затратили на него определенные ресурсы, время, деньги, потому что так или иначе необходимо предпринимать человека, который работает у вас. Ему необходимо дать те знания, на основе которых вы строите бизнес. И он, в конце концов, потом уходит или его переманивает другой человек, то есть другой предприниматель. Это боль предприниматель. Да. Это еще один момент. Дальше. Ну, естественно, если у вас налоговая, грубо говоря, пригласила на дружественную беседу, она может в любой момент просто-напросто закрыть ваш бизнес на неопределенное время, возникает дебиторка-кредиторка, правильно? Все верно. Да. Ну, из всех вот этих вот пунктов вырастает такое, не очень это приятное, когда человек уже боится, предприниматель боится создавать что-то новое. То есть, он начинает критиковать свой бизнес, он критиковать начинает конкурентов, ну и вообще, в принципе, в среду. Поэтому большее количество людей у меня приходит с предпринимательской среды, как раз узнает о том, чем я могу быть полезен. Ну, а потом уже те люди, которым, в принципе, надоел бизнес, потому что или тяжело стало вести бизнес, или человек сам понял о том, что перерос, наверное, это, или находится как раз у него выбор между одним направлением или вторым. И поэтому, пока он не создал второе направление, он как раз ищет другие моменты, как это все сделать. Ну и опять же, оборотные средства. Оборотные средства необходимы предпринимателю, как воздух. Если нет оборотных средств, то он идет в банк, опять же. У меня есть определенный инструмент, которым я могу помочь оборотными средствами. Но это, я думаю, чуть попозже. Интересно, интересно. Да, ты меня заинтриговал, и я даже на самом деле думаю, что не только меня ты заинтриговал. Когда ты рассказывал сегодня о болях и о рисках предпринимателя, я вспомнила историю, свой личный опыт, который мы обсуждали буквально недели две назад с тобой, когда встречались. В какой-то период времени я поняла, что как только ты стал предпринимателем, ты должен сразу всем. Совершенно верно. Ты должен своим клиентам, ты должен сотрудникам, ты должен государству, ты должен налоговой. И я еще не буду перечислять вот эти все инстанции, которые ты тоже сейчас уже затронул. И в какой-то период времени я сидела, и вот это все осознавала. И это первое было осознание, что я всем должна. А второе осознание было то, что я себе все это создала сама. И дальше вот пошло уже решение, когда я поняла, что все-таки бизнес – это инструмент, в первую очередь, для заработка денег. И я сама им занимаюсь и помогаю создать, развить бизнес другим людям, своим клиентам. Но тем не менее очень важно, помимо вот таких методов, использовать различные инструменты инвестирования. Вот как ты начал правильно сегодняшнюю программу с книги Роберта, да, Киасаки. Может быть, ты порекомендуешь какие-то книги, порекомендуешь, каким образом люди могли бы еще просветиться в данной теме. Вот с чего им вообще начать? Ну, по своей практике я начинал как раз вот с этой вот книжки. Это некий букварь предпринимателя или того человека, который начинает свою инвестиционную деятельность. Потом есть такой Бодо Шефер. Да, знаю. Ну, в общем, друзья, этих книг очень-очень много, поэтому перечислять, я думаю, эфира не хватит у нас. Согласна с тобой. После вот проблемы, после болей предпринимателя, которые мы с тобой разобрали, я хотела бы перейти к рискам. Вот мы сейчас с тобой пойдем, наверное, вот так с горы сначала вниз, а потом мы будем подниматься, и ты будешь рассказывать решения, различные инструменты, которые все вот эти боли и риски, они смогут решить предпринимателям и инвесторам. Я, наверное, начну со своей сферы. Когда предприниматели к нам приходят, у них могут быть уже один, либо два бизнеса, либо какой-то бизнес в оффлайне. И сегодня сфера интернет, интернет-бизнес очень сильно растет. И, безусловно, многие, конечно же, хотят уходить в онлайн. И, соответственно, перед тем, как вот встанет такой вопрос, а какую же нишу мне выбрать для старта своего бизнеса в онлайне, существует много рисков. И вот перед тем, как приехать на передачу, я даже зашла сегодня в проектный отдел к своим специалистам и сфотографировала наш рабочий инструмент, таблицу рисков. Более 20 рисков мы просчитываем, прежде чем мы запускаем клиенту бизнес. Это, например, такие, как в нише будет много конкурентов, спрос снизится на товары в результате выхода нового конкурента на рынок, созданный сайт будет иметь низкую конверсию, реклама не будет приносить качественных лидов, либо дорогих лидов будет приносить, либо мало лидов. Очень часто людей интересует такой вопрос, и это риск. Много времени нужно тратить на управление своим бизнесом. У меня этого времени нет. Или не смогу самостоятельно анализировать всю работу, управлять бизнесом и так далее. Это вот те риски, которые помогает решать моя компания предпринимателям. Вот если все-таки, помимо того, что ты перечислил, есть ли еще какие-то риски предпринимателя и самого бизнеса, которые ты не назвал, но у тебя есть решение? Или мы все уже обсудили? Очень интересный вопрос. Но я могу сказать о том, что предприниматель сразу же идет на риск, когда создает свой бизнес. Даже в уставе есть такая статья. Человек, когда создает свой бизнес, он идет на свой страх и риск. Я думаю, я ответил на этот вопрос. Да, ты ответил. Спасибо. Но все-таки не хочется как-то усугубляться дальше в эти боли и проблемы. Давай, наверное, начнем их уже решать. Начнем с источников дохода. Какие источники дохода ты мог бы рекомендовать сегодня людям? Во-первых, как я уже сказал, необходимо начинать свой инвестиционный путь. Это с откладывания денег. Хоть пусть это будет гражданин или человек, хоть это будет пусть бизнес, все равно необходимо откладывать 10-20%. На остальное все можно жить или развивать свой бизнес. А у нас как это все делается? Я не буду человека брать, я возьму бизнес. Потому что у нас бизнесовая такая тема предпринимательская. То есть человек, когда только-только открыл свой бизнес, правильно сказала Юля, человек сразу подвержен со всех сторон влиянию извне. ему необходимо набрать штат сотрудников, ему необходимо машинные механизмы, если это серьезный бизнес такой. И, соответственно, человек даже еще не заработал денежных средств, с него сразу же просит заработную плату или, опять же, каких-либо средств денежных. Так и есть. Я ушел от тем. Источники дохода. То есть в начале 10% ты сказал, что рекомендуешь инвестировать. Но вот все-таки, когда человек с помощью такой системы, достаточно умеренной, по 10% вложил, он скопил, отложил, назови, вот как это правильно, добудет определенную сумму. Что все-таки дальше? Вообще необходимо, да. Вообще необходимо просто иметь инструмент накопления средств. Потому что мы никогда не накапливали. Хотя наши бабушки и дедушки накапливали, но развал Советского Союза произошел, сделали определенную после этого нам или нашим, опять же, родителям, инъекцию от инвестиций, да. Поэтому люди боятся вкладывать деньги в инвестиционные инструменты. Ну, слава богу, то, что сейчас уже молодое поколение подрастает, и оно понимает, что все равно необходимы инструменты накопления средств. Пусть это будет на 5 лет, пусть это будет на 10 лет. Но в основном люди думают, опять же, сегодняшним днем. Как бы купить себе новый айфон, вот, а что на 2 недели планирования, на месяц планирования, они никогда не думают. Та же самая ситуация происходит и с бизнесом. С бизнесом это намного-намного ответственное дело, нежели чем человек сам по себе принимает ответственность за свою семью. Потому что в бизнесе здесь несколько, большое количество людей, за которых необходимо взять ответственность. Вот, поэтому инструменты для инвестирования, у меня сейчас два инструмента для инвестирования, это как раз-таки накопительная программа, где я от вложенных своих средств накапливаю тот или иной капитал, который я хочу. Естественно, есть точка отправная А, есть точка В, где я хочу получить какую-то цифру. Ну, естественно, есть время, за какое я хочу это все сделать. Время можно уменьшать за счет, опять же, до внесения денежных средств на свой расчетный счет. И опять же, это все в долларах и в евро. Потому что рубль, рубль это не та денежная единица, по которой, ну, можно жить свободным человеком. Поэтому у меня инвестиции исключительно в долларах и в евро. Инвестиции, значит, в долларах и в евро. Ну, вот, когда мы с тобой говорили об источниках, да, дохода, вот во что вкладывать? Конечно, я хотела бы узнать, во что ты вкладываешь сам на данный момент, да, вот, рассказала о своих источниках дохода, об инвестициях, в каких пропорциях. Потому что есть такая вот пословица, да, в инвестиционке, что все яйца в одну корзину мы не кладем. И точно так же с инвестиционными, да, инструментами. Вот, например, мне часто задают вопрос, Юля, ты инвестируешь или нет? Юля, а куда ты вкладываешь деньги? А куда вкладывать деньги? И достаточно длительное время для меня было всего лишь два инструмента, источника, куда я вкладывала деньги. А, в себя, в свой опыт, да, в получение знаний, в образовании и так далее. Б, это в бизнес. Потому что, ну, если не вкладывать, как говорится, в дерево, да, на суку, которого ты сидишь, да, то, соответственно, рано или поздно результата не будет. И я вкладываю в бизнес для того, чтобы его развить на максимум и оттуда получить инвестиции, которые я вложу уже в те программы, которые вот ты предлагаешь, да, мы сейчас их рассматриваем. Либо, может быть, в недвижимость. Но вот недвижимость, например, я рассматриваю, для меня это не совсем инвестиции, понимаешь, стоит дорого, окупается долго. Неликвидно. Неликвидно. А хочется жить уже сейчас, да, ну, если вот какие-то ближайшие, там, 5, 10, 15 лет. Вот в каких пропорциях ты бы рекомендовал, может быть, между тем, что я назвала, еще у тебя есть. Либо же ты предлагаешь вот те два инструмента, которые ты назвал в долларах и в евро, все финансовые средства, вкладывать туда. Я понял вопрос. Постараюсь на него ответить. В общем, правильно это назвала, то, что человек, который стремится к определенным целям и стремится все выше и выше находиться в окружающей среде, ему необходимо деньги вкладывать в знания. Обязательно. Потому что это некая подпитка от, опять же, окружения, и это подпитка от тех инструментов, которыми делятся окружающие. Что касается инвестиционных инструментов, которыми я владею. То есть я сейчас, у меня есть сейчас депозитный инвестиционный счет не в нашей стране. Потому что, опять же, сейчас, пока я ехал на радио, я послушал такую информацию, что Центробанк запустил такую интересную вещь. Будет принимать валюту в евро и в долларах в нашей стране, в банках, но с минимальным доходом. То есть с минусом. Нормально, да? То есть опять минус для населения. Минус будет, да, для населения. Мало того, что человек подвержен инфляции, предприниматель, да, так еще и деньги кладешь на свой счет с минусовым балансом. Очень интересно. Поэтому у меня как раз инструмент, который дает 2% в месяц в валюте. Друзья, это мало. Это мало. Кто скажет, что это много, я готов просто-напросто поговорить с вами, поспорить, может быть, или еще что-то. Но это мало. В основном, есть и большие, конечно, проценты, но я не рекомендую для тех людей, которые находятся сейчас на стадии только-только начала инвестирования, я не готов вам говорить о том, что есть какие-то другие инструменты. Я ими пользуюсь, но это уже в последующем. То есть я считаю, необходимо развиваться степ-бай-степ, шаг за шагом. Плачевные... У меня также были и плачевные опыты. То есть свое время... Расскажи, кстати, интересно. То есть свое время, когда биткоин, опять же, криптовалюта, ну криптовалюта это такой инструмент, который будет, то есть так же, как и интернет. Но самое главное, то что... В общем, расскажу о своем опыте плачевном. У меня был свой дом загородный. Я его продал и на 50 тысяч долларов купил биткоин. Причем, когда он был только вот на самом-на самом верху. То есть он немножечко еще подрос на две тысячи за единичку, да? А потом просто свалился до трех тысяч. Естественно, я все то, что у меня было, я потерял. Поэтому я сейчас стараюсь не всю, скажем, котлету, да? В кавычках, да? Или всю сумму вкладывать в один инструмент. Я стараюсь это делать попропорционально. То есть 50% в один инструмент, 20% в один инструмент и по десятке в другой. То есть в рисковые инструменты. В данном моменте я держу как раз-таки 50% в безрисковом. Причем здесь есть вариант еще возврата денежных средств. Вот. Для того, чтобы раз, для бизнеса, чтобы были оборотные средства. Ну а для человека, чтобы воспользоваться, опять же, кредитом, который сам себя будет гасить. Друзья, я считаю, что инструмент, который позволяет самостоятельно гасить без вашего участия денежные средства, это лучшее, что придумал человек. Это очень интересно, очень замачивая предложение. Я, кстати, очень такую историю тоже интересно расскажу. В 80-х, 90-х годах прошлого столетия, 20-го, один шведский банковский клерк изобрел такую вещь, что, ну, кредитное плечо, скажем так, то есть у вас есть денежные средства. Вы вкладываете на свой счет в банки эти деньги и берете 60% от остатка средств на вашем счете. Ими, что хотите, то и делайте. И самое главное, то, что ваши деньги работают таким образом, то, что гасят ваш кредит. И через 2,5-3 года ваш кредит полностью погашен, и вы снова можете взять кредит. И так вот постоянно, постоянно, постоянно. Стоит задуматься. То есть, получается, самое главное знать как. Совершенно верно. Когда есть вот те знания, которые есть у тебя, тогда уже вкладывать не так страшно, да, как многие люди боятся инвестиций. Здесь еще интересный момент, то, что минимизация рисков, потому что люди все равно боятся чего-то. Здесь минимизация риска опять же на 60%. Хорошо, интересно. А вот у меня к тебе такой вопрос. Ты знаешь, я сейчас читаю книгу, кстати, книгу Бода Шефера и Карла Ферстал, да, «Деньги хорошо влияют на женщину». И такой интересный подход отличия в управлении деньгами мужчины и женщины. Какой-то период времени, там, несколько лет назад, когда я только создавала, да, свой бизнес, я страшно боялась риска. Вот ты знаешь, когда какой-то вот риск нужно вложиться в рисковый проект, а я не знаю, я туда еще не ходила, вот этот риск, он мне мешал. Понимаешь, он сдавливал, и роста некого, какого-то не было. И эту книгу я прочитала впервые 7 лет назад, и сейчас вот я ее повторно прочитываю, я поняла, что я не боюсь больше риска, я не боюсь рисковать, я не боюсь страха, я точно знаю, вот когда вот этот страх и риск, все, конечно, в умеренных, да, пропорциях должно быть, туда надо идти, да, вот не зря же есть такая пословица, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но вот тем не менее твой профессиональный совет, есть ли отличие мужчин и женщин в управлении деньгами? Ну, мужчины, в принципе, да, в своей натуре, они менее рискованные, нежели чем женщины, потому что женщина это хранительница очага, поэтому у нее все равно какое-то вот внутреннее ощущение существует, которое боится выйти за определенную грань, вот, я даже могу сказать по своей супруге такую же самую вещь, да, то есть она, в каждом человеке существует три типа человека, да, это критик, практик и тот человек, который мечтает. Мечтатель. Да, мечтатель. Соответственно, в любых моментах мы живем или работаем не от мечтателя, а вот именно от практика, а практик скатывается как бы в большем процентности на критика, а мечтать, к сожалению, люди забыли, что это такое. Мечтатели, это в основном дети, до семи, до восьмилетнего возраста, потом уже переходят в практику, потому что уже там, где нужно, обожглись, там, где нужно, они, скажем, попробовали что-то, а потом уже вот как раз таки в бизнесе те люди, которые критикуют, у них ничего не получается. Здесь та же самая ситуация, то есть мужчина и женщина в инвестициях в принципе равны. Самое главное просто желание, самое главное просто хотелки, те, которые человек видит, необходимо к ним идти. Реализовывать и действия все-таки применять на практике. А как к ним дойти, это как раз таки отвечает практик внутри человека. А что помешает достижению цели, это как раз таки критик. Но ни в коем случае критик не должен мешать мечтателю. Мечтателю и практику. Да, он ни в коем случае не должен это делать. Он должен наоборот, кто мне будет мешать, почему он мне должен будет мечтать. То есть такие вот вопросы должен задавать, но идти к своей цели. Все верно, интересно. Интересную тему на самом деле ты поднял, затронул, и ее действительно можно обсуждать сколько угодно. А если коснуться каких-то, мы с тобой, смотри, практически опыт рассмотрели, книги обсудили, а если вот каким-то конференциям, выставкам, может быть, есть какие-то мероприятия специализированные по финансам, по инвестициям, которые ты посещаешь либо сам проводишь. Вот как с этим? Ну, в Петербурге, в Москве и других городах естественно существуют инвестиционные клубы. То есть там я знакомлюсь с людьми, там мы обсуждаем темы, связанные с инвестициями. Опять же, затронула тему до этого по поводу недвижимости. То есть с недвижимостью очень много разных моментов, но мне это не очень интересное направление. То есть те же самые форумы, которые проходят и в Петербурге, и в Москве, я нахожу там своего как раз-таки партнера или клиента, без разницы. То есть на таких мероприятиях все-таки ты клиентов ищешь? Конечно. Либо они тебя находят, скорее всего. У тебя такая тема, что тебе искать клиентов не нужен. Любому предпринимателям, любому инвестору интересует что? Его интересует как снизить свои риски в бизнесе и как получить максимальную прибыль с бизнеса либо с инвестиций. Такая деятельность достаточно интересная и она тоже связана наверняка со стрессами и с другими какими-то интересными моментами. Вот где ты берешь энергию? Вот где ты берешь энергию для ведения своей профессиональной деятельности? Очень интересный вопрос, Юль. Я с недавнего времени начал медитировать. Я начал проходить практику у тех людей, которые занимаются неким гипнозом. Может быть, ты или зрители данного канала смотрели такой фильм «Начало»? Я, к сожалению, нет. Очень интересный фильм. То есть мы, как человек, засыпаем в одном сне, переходим в другого в себя, где-то в глубине души и начинаем осмысливать, что мы могли бы сделать так, чтобы было лучше для самого себя. То есть некие такие вот пазлы складываем, потом еще глубже куда-то в себя входим. То есть и здесь как раз-таки человек понимает его значимость в этом мире. То есть я со стороны положительных эмоций смотрю как раз. Вот недавно, буквально три дня назад я проходил эту практику очередной раз и у меня состояние души, состояние покоя было на очень высоком уровне. То есть я находился в неком сне, но я улыбался и даже был момент, когда я даже в голос начал смеяться, хотя было определенное количество людей в зале. И вот в этом состоянии я нахожусь длительное время. Вот это меня заряжает. Надо сходить, ты меня заинтриговал. Почему я спросила? Потому что операции с деньгами это все-таки достаточно рисковые часто бывают операции. Нужно быть в тонусе, в гармонии, в спокойствии, в ресурсе, энергетически наполненным и сильным. Обязательно поделишься адресом, куда сходить, получить такое удовольствие. какая-то жизнь. человек решил создать свой бизнес, потому что он работал в найме, и его работа в найме его не устраивала. То есть он пришел с целью, задачей, вы знаете, у меня такой плохой начальник, маленькая зарплата и сфера неинтересна. Вот я хочу бизнес создать, чтобы не было этих проблем. создали ему бизнес, он пришел и сказал, проблемы, вы знаете, остались, но они стали такие глобальные, не как в работе по найму. Вот что ты пожелаешь этим людям, которые все-таки хотят выйти, хотят новый уровень? Даю тебе слово. Окружайте себя сильными, целеустремленными людьми, которые хотят, желают и могут. находите себе сильного спутника по жизни. Не оставайтесь на том уровне, на котором вы сейчас находитесь. У меня много таких вот примеров людей, которые зависли в одном направлении уже 5-10 лет и не хотят развиваться. Поэтому, друзья, если вы хотите большего, то вам необходимо поменять окружение, ну и больше мечтайте. Больше мечтайте, отличный посыл. Спасибо тебе, что ты приехал сегодня на программу, выбрал время, рассказал столь интересную тему. Благодарю тебя. Друзья, с вами была Юлия Балыкина, Дмитрий Мирошников, программа «Бизнес под ключ». Благодарю. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok «Благодарю тебя». Субтитры создавал DimaTorzok